сейчас мы после просушки вот продолжим эту работу и я сейчас немножко уточню уточню рисунок при помощи линий для этого я беру кисточку потоньше эти линии у нас уже будут участвовать в последнем таком процессе и у меня есть на канале упражнение как отрабатывать подобные линии поэтому если вам интересно посмотрите это видео но по моему в разделе упражнений плейлист упражнения кажется называться но приблизительно найдете потому что то как вы научитесь работать кистью с линии это очень многое вам даст в будущем вашей работе лоб и верхняя часть головы они у нас попадают свет поэтому можно немножко сделать здесь линии как бы на какую-то долю тона светлее чем других местах перебратите внимание я эти линии провожу по тем местам где у меня будет тень ну то есть прядочка я подчеркиваю нижнюю часть пряди а по верхней части пряди вот у нас идти белильные движки и если меня смотрят просто люди которые не учатся на иконописцев а хотят постичь ажи азы живописи то это такой же принцип вот если вы его усвоите он вам очень поможет в портретной живописи я просто сейчас немножко уточняю рисунок для себя потому что например если вы следите за работой которую мы делаем с натуральной темперой то видите здесь все слои более прозрачные здесь у нас получилось все более пастузно и то есть вот я нарисовала такую форму бровей они немножко имеют такой отголосок 16-18 века и несмотря на то, что мне не очень нравится но я пока какие-то вещи беру с прорези которыми являются сейчас единственным образцом и здесь особенностью этой иконы являются такие очень большие глаза, красивые я просто какие-то вещи исправляю по мере проработки, потому что я пока рисовала красками такими я исказила какие-то линии здесь конечно это уже все такого особого значения не имеет потому что мы можем что-то изменить, если мы не ставим целью точной копии потом мы будем этот зрачок еще прорабатывать черной краской но сейчас мы предварительно как бы рисуем коричневой спасибо за просмотр! spend Target! это не только для себя! это не только для себя, так как будет конечно я еще раз повторяю что поливинил ацетатная темпера немножко тяжелее с ней работать чем с натуральной в иконе потому что вот эти все-таки тонкие нюансы чтобы сделать на них уходит намного больше времени а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...